Рецепт приготовления французских тостов с молоком, сливками, апельсиновой цедрой и ванильным экстрактом. Эти тосты хорошо подавать со взбитыми сливками и свежими ягодами. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. 1. Нарезать хлеб на ломтики толщиной около 3-5 см. У вас должно получиться примерно 6 ломтиков. 2. Взбить вместе молоко, сливки, яйца, сахар, соль, апельсиновый ликер или цедру и экстракт ванили. При использовании стручка ванили, разрежьте ее вдоль пополам и извлеките семена. Взбить семена ванили с 1 столовой ложкой заварного крема, затем добавить вторую и третью ложки, затем влить смесь в основной заварной крем и перемешать, это позволяет избежать скопления в одном месте семян ванили. 3. Разогреть духовку до 160 градусов, веоложить ломтики хлеба в один слой на лоток, залить их заварным кремом. 4. Дать в течение 30 минут, переворачивая ломтики, чтобы убедиться, что они равномерно покрыты кремом. Вы также можете замочить их на ночь в холодильнике. В этом случае не нужно их переворачивать, выстелить противень пергаментной бумагой, веоложить ломтики на подготовленный противень на расстоянии друг от друга, выпекать тосты от 30 до 35 минут, пока тонкий нож, вставленный в центр ломтика, не будет выходить слегка влажным. Держать тосты теплыми до подачи на стол. 5. Растопить оставшиеся 2-3 чашки сахара в маленькой сухой кастрюле на среднем огне, помешивая ложечкой или вилкой, пока он полностью не растает и не станет медового цвета. 6. Ложкой равномерно полить приготовленной карамелью теплые тосты, дать карамели застыть. 7. Подавать тосты со свежими ягодами и взбитыми сливками. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Теперь о составе нашего блюда. Буханка белого хлеба 1 штука, молока 1 треть стакана, жирных сливок 2-3 стакана, яйца 4 штуки, сахарного песка 3 стакана, соли 4 чайных ложки, апельсинового ликера 1 чайная ложка, ванильного экстракта 2 чайных ложки, карамель сахарного песка 2-3 стакана, количество порций 6. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Пусть вам сегодня повезет.